Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Даналя, и сегодня у нас очередное обновление Star Stable Online. Посмотрим, какой праздник сегодня нам добавили, что с ним связано, заданки, вещи и всё, что с ним связано. Ну и, конечно же, обсудим то, что добавят не только на следующей неделе. Так что, седлайте своих коней и поехали! Да, пожалуй, я считаю, для начала нужно всё-таки преобразиться, прежде чем идти встучать этот праздник. Мне кажется, вот так намного лучше. Хотя, если честно, я потерялась и не понимаю, где комплект 20-го года, и был ли он вообще, и было ли вообще солнцестояние в 20-м году, я абсолютно этого не помню. Но мне кажется, его не было ровно так же, как и Дня Лепрекона с радугами. Да, но вот нашла такой комплект, одежда не от него, на гавке, по-моему, тоже не от него, но вот седло, вальтрап и уздечка, это были единым комплектом. Так что мы готовы, и пора действительно уже ехать изучать то, что добавили в этом обновлении. Теперь, собственно, как и каждый год, всё мероприятие начинается здесь, в Морлэнде, на этой уже известной, мне кажется, абсолютно всем игрокам поляне для праздников. Здесь теперь проходит и солнцестояние, и Хэллоуин, и ещё какие-то, ну, почти все праздники, абсолютно всё, что здесь есть, по-моему, теперь происходит здесь. Ну, исключение деревушки Санта-Клауса. Итак, мы приехали, пока что здесь очень пусто, но если мы пройдём всю цепочку заданий, то у нас будет здесь и застолье, насколько я помню, и шеф с цветочками и венками, и у нас будет гигантский красивый костёр. А также вот здесь вот мы откроем по цепочке заданий возможность, как бы мне нажать-то, если вообще можно, это слишком много людей. В общем, здесь у нас карты, и мы сможем крафтить себе веночки, к примеру, такие же, как у меня и на моей лошади, всё это крафтится здесь. Единственное исключение, каждый день у вас будут разные цветы для венков в разных местах. Так что, удачи вам в поисках, но, по сути, там есть карта, она вам поможет. Вот, я задания не буду здесь проходить, потому что это не первое видео по этому обновлению, по этому празднику, поэтому ищите у меня на канале, или вот если я смогу сама найти, я подсказку сделаю, если подсказки нет, ребят, я просто не нашла. Да, так что видео по обновлению этого праздника уже было. Вот, также у нас тут музыкальные инструменты, так, музыка тут играет, просто у меня музыка, хотя нет, у меня музыка не выключена, почему-то музыка не играет, хотя должна. Ну, может быть, это какой-то баг, и вы ещё не пофиксили. По идее, тут должна быть музыка, и она должна быть слышна всем. Также, насколько я помню, тут должны быть персонажи сюжетные стоять, но их пока что здесь почему-то нет. Я говорю, может быть, задания поменяли. Вот, также тут вот что-то с цветочками, какие-то там сны, предсказания. Сами разберётесь, потому что самим интересно. Меня больше интересует магазин. Сюда добавили новые комплекты. Так, а вот это у меня же всё есть. Этот же веночек у меня есть, и этот есть, или нет. Мне кажется, я все веночки собрала. В общем, меня больше интересует вот этот комплект. Это 21 года, да, 21 года. Он очень такой летний, прям такой солнечный, я бы сказала, даже пляжный. И что из этого всего меня интересует? Во-первых, меня интересуют нагавки, они достаточно нормального цвета. Да, и в принципе, комплекты действительно пляжные. Ну, а шортики просто мне полюбились. Сколько 125 СК? Ой, 151 майка. Ребят, вы чего? Чё так дорого? Ладно, я смирилась, что сёдло 100 СК стоят. Ладно, я не против. Но вот это вот 125 СК или 7500 шиллингов, даже за такие характеристики. Что-то я задумалась. Что-то я задумалась. Значит, так, а это какой комплект? Это просто СОН-состояние? Почему тут не показывает комплекты, которые у меня уже есть? Мне бы хотелось просто узнать, я действительно какой-то год пропустила, и я не помню? Или я просто не помню, и я потеряла? Так, это какой год? Просто для СОН-состояния. Нет, это вроде бы не самый. Вот он. Вот, по-моему, 20-й год. По-моему, чисто белый. А, ну да, вот у меня нагавки есть. А, так это всё-таки... Вот. Вот почему я его не нашла, потому что я его не покупала. Я решила не тратить кучу денег на чисто белые с голубым ободочком одежду, потому что мне этот комплект одежды не понравился. Вот ещё я не покупала. Ну, потому что, да, мне не понравился заталк. Амуницию эту, кстати, я не покупала. Я её тогда получала через, по-моему, как-то задание. То ли вылавливали мы из какого-то прудика, которого здесь пока я не вижу. Может быть, его уже нет. Вот мой комплект. И да, вот, кстати, шмотки я к нему не покупала. Ага. Ну и ладно, ну и ничего страшного. В общем, да, дорого. Мне кажется, покупать эти комплекты будут только те, кто богатый. И я, ребят, не гарантирую, что я куплю целиком эти комплекты. Уж больно как-то дорого. Именно дорого. Вот. Ну, хотя вот воль... Мне нравятся вольтрапы, но я же знаю, что я их ни с чем не одену. Вот куда их я смогу их одеть? Сёдла. То же самое. Ну да, они красивые. Для комплекта идеально. Но я их не буду одевать отдельно. Эти я даже покупать не буду, басалы. Потому что, ну, у меня только одна вестернская лошадь. И у меня и так уже басалов больше, чем одна эта лошадь. Вот что я куплю. Я куплю нагавки, наверное. Нагавок много не бывает. Моё мнение. Вот. И, ну, наверное, всё-таки куплю две пары шортиков. Ну, это не сейчас. Это попозже. А так. Давайте же посмотрим список обновлений на сайте. Что же ещё нам добавили, чтобы я не забыла вам рассказать про абсолютно все детали дальнего обновления. Удивительно. Но я только что прям вот просто досконально проверила список. Я рассказала вам обо всём. О палатке со снами. О новом магазине. Точнее, магазине с новыми комплектами одежды. О постоянных ежегодных заданиях, связанных с этим праздником. О сборе венков. О музыке. О месте для пикников, я думаю, вы и сами уже могли увидеть. Так что, на самом деле, в этом обновление всё. Но, пожалуй, я не хочу на этом останавливаться. Я хочу обсудить с вами несколько интересных новостей. Во-первых, в инстаграме StarStableOnline вы можете наблюдать вот такую вот картинку. Правда, разбитую на фотографии. Суть в том, что теперь, кажется, разработчики решили не окутывать всю свою, скажем так, систему обновлений. Всю свою сеть обновлений туманом. И показывать нам на ближайший месяц. Правда, не с первого числа, а вот с середины месяца до середины следующего месяца. Но по итогу четыре недели. Они нам показывают, что нас ожидает в следующих обновлениях. И, с одной стороны, это неплохо. Особенно для тех, кто копит СК. Кто-то как-то их закупает маленькими партиями по кусочками. Или, ну, действительно, вот именно копит самостоятельно. Это возможность понять, рассчитать на то, сколько тебе нужно еще поднакопить. И стоит ли вообще сейчас тратить СК или лучше подождать. Так вот, что нам показывает данная картинка? Она показывает нам, что нас ждет. Ну, кроме того, что нас ждут першероны. Боже мой, как же я уже хочу их увидеть в реальной жизни. Потому что это моя любимая порода детства. Ни разу в жизни их не видела. Но обожаю и очень хочу все-таки лицезреть этих першеронов в игре. И даже купить их. Ну и так, давайте все-таки начнем по порядку. Первым списком у нас Мидсаммер. Это вот сонсостояние сейчас проходит. Так что пропускаем. На следующей неделе нас ждет Reading Club Updates. Нас ждет какое-то очень интересное обновление клубов. Так как я директор своего клуба. Вот, пожалуйста, владелец клуба. Мне очень интересно узнать, что же там будет. Причем до ужаса интересно. Если они сделают, что руководители клуба и тренера смогут сами ставить тренировки, я просто буду ликовать. Я буду ликовать. Я буду просто восхищаться Айден. Я пойду, не знаю, найду какую-нибудь статую. Я там свечку поставлю, что спасибо. Потому что мне, как директору клуба, это просто... Это вот просто божественная возможность, чтобы тренера и руководители могли сами менять расписание. Именно из-за этой проблемы, что мы не могли менять расписание, ну вот, тренера и руководители, самая первая версия моего клуба, в котором я была просто участником, а потом руководителем, распался. Потому что без доступа директора все, расписание не менялось и ничего не было. А тогда мы в ВК еще даже не переписывались. Так, что-то я заболталась. Следующее, после этого обновления, у нас идут першироны. Ух! Во-первых, першироны, да, для тех, кто обожает гигантских лошадок, ээээ, я одна из них, это будет, я думаю, очень классная лошадка, очень такая мощная, и всем захочется ее узнать. Также хочу дополнить, что, зная логику Старстейву, нам вначале, к примеру, добавляют обновленную породу, потом новую. Цитирую. Нам добавили обновленных фризов, потом добавили новую породу финских лошадок, потом обновили арабов, и сейчас нам добавляют новую породу першронов. Значит, после першронов будет какая-то обновленная моделька. Хм, интересно, кто это может быть? Я надеюсь, либо на мустангов, либо на пейнтхорсов, либо на лепецанов. Уж больно хочу купить себе всех дешевых мустангов. Очень-очень сильно хочется. Да. После першронов нас ждет New Maya Quest. Какое-то новое задание, связанное с Майей. Хм. Даже предположить не могу, но что-то такое где-то мелькало, то ли с роднёй Майей, то ли это я какие-то комиксы просто в Инстаграме видела, но неважно. Нас ждет новая маленькая серия цепочек заданий, связанных с Майей. Ааа, так. И... Пятый. Пятый пункт, тот, который обычно все ждут ровно столько же, как раньше ждали магических лошадей раз в полгода и то раз в год. Это Jorvik Stable Open House. Перевожу. Открытый день открытых дверей в конюшне Юрвика. Есть такая теория, моя лично, может быть, еще и многих людей, но все знают, если вы смотрели спойлеры про арабов, то нам еще не добавили двух арабов. Это вот этих двоих, вот такой вот серенький, и в гречку. Но, как прописывали в видео про спойлеры, араб в гречку, он будет потом в приложении, а вот серым считали, что он NPC-шка будущий. Но мне странно, он слишком шикарен для NPC-шки. Кто-то выдал теорию, что он будет магиком, но, ребят, магиков делают двоих, а то, что гречка будет в приложении, это... Но, действительно, я соглашусь, что мало того, это в файлах прописано, да это и очевидно, им нужна такая красивая лошадка в приложении, куда же без нее-то. Вот. И я считаю, что, может быть, этого араба добавят нам на день открытых дверей. Потому что, вспомните, когда нам привозили лузитанов с лепецанами, и сказали, что их больше не будет, в итоге, просто спасибо, что это не так, что их еще завезли. В прошлом году добавили андауза, масти... Ну, скажу, что как спирит. Как спирит, да. Вот. И, может быть, они в этом году привезут как раз с собой этих шесть лошадок и плюс новый араб. Мне кажется, эта теория очень вкусная. Я бы этого очень сильно хотела, и тем более, что, да, ребята, я не стою на месте, я качаю потихонечку коняшек, и хочу все-таки купить себе арабов. Всех. Абсолютно всех. Не знаю, зачем хочу. Даже место для них в конюшне выделила. И да, кстати, напишите в комментариях, как вам новое обновление Star Stable Mobile, ой, Star Stable Horses, который на телефоне. Вам понравилось расширение к анимшне? Мне оно очень сильно понравилось, я даже в будущем думаю его себе купить, хотя не знаю, зачем. Но на самом деле, когда я выращиваю определенных лошадок, и они уже выращены, мне так жалко их удалять, чтобы, допустим, своему какому-то лучшему другу вырастить новую лошадку. А выращивать я их умею быстро. И мне так жалко, допустим, мне пришлось один раз удалить аж двух лошадей разом. Одну чисто про запас, чтобы место было, а вторую удалила, чтобы вырастить, по-моему, Finn Horses, Finn Horses, физскую лошадку. По-моему, да. Вот. Единственное, все-таки дорого. За это расширение они, по-моему, просят 250 рублей, и мне кажется, это действительно дорого. Но, я думаю, знаете, вот я один раз купила себе расширение первое, я об этом не пожалела совсем. И я думаю, что если я еще раз куплю глобальное расширение конюшни в Star Stable Horses, я об этом не пожалею. Да. Потому что все-таки лошадки там прикольные добавляются, их становится все больше, а не то, что когда-то там было только Хофлингер и только Мустанги. Да. Так что все. Пожалуй, я буду уже сворачиваться. В общем, вот, пожалуйста, картинка. Она есть во всех соцсетях, есть в Star Stable в Инстаграме. Так что мониторьте, копите, допустим, себе денежку, потому что, во-первых, к нам едут першироны, но першироны останутся с нами надолго. Я вам советую сфотоке сфокусироваться на лошадях, которые привезут на день открытых дверей. Так что, на этом все. Я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам и до встречи в следующих видео. И хорошего вам праздника. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова